Администрация президента США Джо Байдена ограничила продажу Китаю сверхмощных чипов для вычислений, связанных с искусственным интеллектом, оборудования для их производства и еще ряда полупроводниковых технологий. Новые санкции касаются не только продукции компаний США, но и всех чипов в мире, произведенных с применением американских технологий или оборудования. Производителям, попавших под ограничения для работы с китайскими компаниями, теперь необходимо будет получать особую экспортную лицензию. Еще одно новое правило запрещает американским ученым помогать Китаю разрабатывать новые полупроводниковые технологии. Уточняется, что столь масштабных ограничений в отношении Китая США не вводили с 1990-х годов. Американские компании оценивают потенциальные квартальные потери от продаж от санкций в 400 миллионов долларов. При этом они не считают это значительным ущербом для бизнеса. Аналитики опасаются, что Китай пойдет на ответные меры. Однако пока этого не произошло. В китайском посольстве в Вашингтоне заявили, что США пытаются использовать свою технологическую мощь, чтобы подкосить и подавить развивающиеся рынки и страны. Из-за необходимости сохранить свое научно-техническое превосходство Соединенные Штаты нарушают меры экспортного контроля, чтобы злонамеренно запрещать и подавлять китайские компании. Это не только нанесет ущерб законным правам и интересам китайских компаний, но и затронет интересы американских компаний. Субтитры создавал DimaTorzok